Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жарнакова представляет видеопрезентацию «Шантарам. Роман, покоривший мир». Роман у Брегори Дэвида Робертса «Шантарам» в этом году исполняется 20 лет. Без преувеличения его можно назвать настоящей сенсацией в книжном мире. Это произведение возглавило все списки бестселлеров и в общей сложности разошлось тиражом в 6 миллионов экземпляров. Сегодня его сравнивают с шедеврами лучших писателей нового времени от Брэдбери до Хемингуэя. По рейтингу «Ретрайт» Шантарам находится на втором месте после 451 градус по Фаренгейту и опережает такие культовые книги, как «Над пропастью воржи», «Портрет Ториана Грея», «Три товарища» и «Бойцовский клуб». Подобно главному герою Шантарама, чье настоящее имя читатель так и не узнает, жизнь Грегори Дэвида Робертса полна загадок. Он родился в 1952 году в Мельбурне в семье социалистов и вырос в суровом рабочем районе. На своем сайте и многочисленных интервью Робертс мало говорит о своем детстве, однако бунтарство было всегда у него в крови. Он рано бросил в школу, чтобы в 18 лет жениться на своей возлюбленной. Робертс продолжал учиться по вечерам, а днем работал на фабрике, чтобы обеспечить семью. В 1976 году жизнь Робертса пошла на берекосяк. Его брак распался, а жена получила полную опеку над их пятилетней дочерью. Вспоминая этот период своей жизни, он как-то сказал, «Я был слишком молод, слишком незрел, чтобы справиться с проблемами. Я буквально разваливался на части». Робертс впал в депрессию, начал употреблять наркотики и спутался с криминальной компанией. Начав с мелких краж, он перешел к вооруженному ограблению. Робертса даже прозвали бандитом-джентльменом, потому что вместо настоящего оружия он использовал муляж пистолета, а на месте преступления неизменно появлялся в костюме тройки. Кроме того, по словам писателя, он грабил только те компании, которые были хорошо застрахованы. Робертса поймали и приговорили к 19 годам в австралийской тюрьме Пентридж, из которой ему удалось сбежать в 1980 году. Оказавшись на свободе, он отправился в путешествие, посетив Новую Зеландию, Азию, Африку и Европу. Десять лет он провел в Индии, где основал бесплатную медицинскую клинику для малоимущих в Мумбаи. После повторного ареста в 1990 году Робертса экстрадировали в Австралию, где он провел шесть лет в тюрьме. Именно тогда он начал работать над Шантарамом, который частично основан на событиях из жизни писателя. Роман Шантарам рассказывает историю преступника, находящегося в бегах с поддельным паспортом. Писатель утверждает, что книга автобиографична лишь отчасти, а все персонажи – плод его воображения. Однако у Робертса и его главного героя много общего. Оба они страдали от наркотической зависимости, сидели в тюрьме и сбегали из нее, жили в Индии и сотрудничали с мафией. Произведение – своего рода приключенческая исповедь, полная афер и приключений. Главный герой сбегает из тюрьмы в Индию, где ему приходится не просто начинать жизнь сначала, а выживать, оказавшись на самом дне. По сюжету главный герой получает от матери своего друга, бомбейского гида Прабакера, первого индуса, встреченного им в Бомбее, звучное индийское имя – Шантарам. На языке Марадхи это слово означает «мирный человек». На протяжении двух частей книги «Шантарам» и «Тень горы» герой действует под разными именами, ни одно из которых не является его настоящим именем. Одно из таких имен – Линдси Форд. Им герой представляется Прабакеру при знакомстве. Прабакеру сложно выговаривать, и еще в самом начале романа он сокращает его долин и договаривается с героем, что это и будет его имя в Индии. Невероятно, как на долю одного простого человека могло выпасть столько испытаний, трудностей, скитаний и событий. Сердца читателей навсегда покорили его дружелюбие, открытость, философский взгляд на происходящее, стремление к общению с людьми и оптимизм. Благодаря личным качествам главный герой быстро заводит знакомых и друзей среди местных жителей и живущих в Бомбее иностранцев. Зарабатывает на жизнь, выступая в качестве посредника в мелких нелегальных сделках. Поселяется в трущобах Калабы, где оказывает медицинскую помощь их жителям. Заводит множество знакомств в криминальных кругах. По доносу попадает в тюрьму, где в ужасных условиях проводит 4 месяца. После освобождения начинает работать на крупном бомбейском мафиози Абделе Кадархана, который относится к Шантараму как к сыну. Линций занимается нелегальной торговлей валютой и золотом, затем фальшивыми паспортами. В короткий промежуток времени погибают два его ближайших друга. Герой не в силах оправиться от трагедии самостоятельно. Кадархан помогает Линцию, а затем предлагает вместе отправиться на родину, Кадера, в Афганистан, где в то время идет война. Линций соглашается, в Афганистане погибает Кадархан и большая часть его отряда. Линцию удается вернуться в Бомбей. Хоть все герои романа и являются вымышленными, но описываемые места, где происходит действие романа, реальны. Так в Бомбей работает кафе «Леопольд» с мраморными залами, в котором действует экскурсионное бюро имени Прабакера, открытое его братом. Существуют трущобы, где жил Лин, и Рукмабаи, женщина, которая дала ему имя Шантарам. Пронизительный, полный неожиданных поворотов сюжет, несколько сюжетных линий, духовное искание главного героя, его мудрость и философия – все это тесно переплелось в романе, ставшем легендой. Многие фразы читатели разобрали на цитаты, а не стали крылатыми выражениями и афоризмами. Многие читатели признавались, что не могли оторваться от этой книги и проглотили ее буквально за один день. Шантарам – это не только увлекательный сюжет, но еще и написанная потрясающим языком пронизительная история о любви, дружбе, преступлениях и наказании, которое никого не оставит равнодушным. Как и обаятельный друг главного героя Прабакер, и удивительное жизнелюбие Грегори Дэвида Робертса, которому удается в своих произведениях сохранять баланс между серьезным и комичным. Многие читатели считают, что Шантарам максимально точно передает атмосферу Индии и молниеносно погружает тебя на один из пяти континентов. Сегодня в Мумбаи проводятся тематические экскурсии по местам Шантарама. Туристы могут посетить самые колоритные места города от трущоб до роскошных гостиниц и полностью окунуться в некогда происходящее, представляя кульминационные моменты. Через 12 лет после выхода Шантарама, который стал абсолютным бестселлером и разошелся по миру тиражом более 6 миллионов экземпляров, Грегори Дэвидс Робертс выпустил роман «Тень горы». В книге читатели вновь встречаются с Лином и узнают, как сложилась его дальнейшая жизнь. Несмотря на грандиозный успех Шантарама и его продолжение, после 2015 года писатель замолчал на 6 лет. Он отрекся от 7-минутного, перестал давать интервью, появляться на мероприятиях, ограничил все свое общение в сети. По признанию Робертса, после долгих лет изучения науки, теологии и философии, он решил узнать, что же находится за гранией скептического рационализма. Робертс отправился на поиски своего собственного «я». Все годы работы над собой он вел своеобразный дневник наблюдений, который лег в основу его книги «Духовный путь». Это не продолжение романов «Шантарам» и «Тень горы», это даже не художественное произведение. «Духовный путь» — рассуждение о поисках своего места в мире. «Духовный путь» поможет читателям найти ответы на многие вопросы. Кроме того, эта книга служит напоминанием о том, что никого не нужно списывать со счетов из-за плохих поступков в прошлом, что каждый человек заслуживает сострадания, что нужно быть добрым к другим и к себе и сохранять надежду, что бы ни происходило. Новая волна интереса к книге пришла с выходом экранизации романа в 2022 году. Главную роль в сериале сыграл Чарли Ханнам. Так почему же современный бестселлер стал классикой? Книга отличается пронзительным динамичным сюжетом, который тесно переплетен с духовными преображениями, философскими высказываниями, мудростями и афоризмами героев, вдохновляя на принятие происходящего таким, как оно есть. Еще одной причиной популярности романа является совершенно нетипичное изображение Индии. А вдобавок автор тонко уловил дух времени и написал роман об Индии как раз тогда, когда она стала популярна. Ну и безусловно, Робертс изображает страстную любовь и крепкую дружбу, героизм и авантюризм, которых так не хватает в жизни обычного городского жителя. Шантарам – это книга, которая порадует читателя сюжетными хитросплетениями, легким языком и эмоциональной насыщенностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова